приветствую вас смотрите а вы говорите что мне всегда нравятся мальчики но они отвечают мне не очень понятно что вы подразумеваете под словом может быть всегда что вы имеете ввиду всегда нравятся мальчик то есть вы имеете ввиду что вам всегда нравятся те мальчики которые не отвечают вам за им за им что вам нравятся те кому не кому ну например не нужны вы да вот так вот вам нравятся те кому вы не нравитесь и соответственно я так думаю что наоборот вот здесь у вас имеет место быть завышенные ожидания требования к человеку к мальчику-мужчине всем связаны требования можно а естественно только гадать потому что ну нужно больше арбат чтобы этот момент как то разрешить нужно больше арбат а вот но тем не менее тем не менее постарайтесь подумать именно о своих требованиях почему вам нравятся мальчики те которые вам не нравятся которым вы не нравятся что это может быть нас ну именно 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 вот для вас именно для вас что это может быть нас о чем это говорит для вас говорит ли это например о том что говорит ли это например о том что вы инстинктивно пытаетесь взаимодействовать с теми ну мужчинами которые которые вам должны что-то дать которые вас должны как-то ну давайте используем такое слово превознести ну вот то есть что это за ребята что их объединяет что они сами из себя представляют какие у них черты взгляды какое у них отношение ну например отношение допустим к вам как они относятся к вам да дальше вы говорите о том что вот когда вы взаимодействуете с мальчиками которые вам нравятся то вы как будто бы начинаете стесняться да вы как будто бы начинаете испытывать какую-то неуверенность в себе и так далее вот соответственно возникает вопрос почему так из-за чего так ведь если вы чувствуете что меняется ваше ну скажем так как восприятие мальчиков то значит наверное для вас это очень важно если для вас это очень важно хотелось бы знать в чем именно важность в чем она эта важность состоит то есть что она из себя представляет грубо говоря вот и как вы сами воспринимаете эту важность вот именно вы самостоятельно вот как 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 вы это воспринимаете как вы к этому относитесь как вы это интерпретируете для себя из чего мотивация в чем мотивация какая мотивация у вас быть с этими мальчиками ну ведь наверное же что ли серьезно для вас раз вам хочется быть с ними наверняка вот соответственно нужно подумать а что вам нужно то вообще чего вам хочется вообще знаете да и тогда все будет куда понятнее тогда все будет куда истнее для вас по крайней мере дальше идем дальше идем а вы пишите я конечно нравлюсь другим но они мне не нет давайте здесь попробуем когда вы нравитесь другим мальчикам что вы чувствуете и что вы не чувствуете что нравитесь другим что вы чувствуете и когда вы чувствуете что нравитесь другим другим что вы чувствуете а как бы вы почувствовали себя если бы все таки понравились бы тем мальчикам которые нравятся вам вот как бы вы себя чувствуете что бы это было за чувство такое чтобы оно вот чтобы оно из себя представляло бы это чувство как бы подумайте подумайте как бы вы это видели как бы вы это воспринимали да как бы это интерпретировали бы как бы ну на свой счет да и так далее вот подумайте подумайте и когда и если у вас будет ну пускай знаете такое относительно относительно может быть четко понимание того что мне нужно да относительно четкое понимание того что мне нужно А вы подумайте о том, что бы вы могли сделать сейчас для того, чтобы это, вот, то, чего вам хочется, чтобы это было у вас уже сейчас, сегодня. Может быть, завтра, например, да, но что бы было, вот, что вы можете сделать, старайтесь подумать на эту тему. Я думаю, что если вы подойдете к вопросу серьезно, если вы подойдете к вопросу грамотно, то вы сможете без труда найти решение для своей проблемы. Кому-то решение в том, чтобы снизить вашу мотивацию быть именно с теми мальчиками, именно с теми мальчиками, которые вам нравятся и чтобы вы могли адекватно с ними взаимодействовать, чтобы вы могли с ними общаться, комбактировать в норме, чтобы у вас не было ступоров. так? Далее. Я не знаю, что делать, пишите вы. Хорошо. Вы не знаете, что делать, чтобы что. Чтобы что не знаете, ага, не знаете, что делать. Для чего? Для чего вы хотите это все делать? Зачем вам это все нужно? Понимаете? Вот. То есть какая цель у этого? Впервые ведь нужна цель? Правильно? Какая-то? А уже потом действие, верно? А у вас что получается, что вы цель не поставили, да? Вот. Ага. А вы хотите что-то делать? Ну, так вот не получится. Знаете, нужно все-таки приваться. То есть если я не знаю, что делать, то, соответственно, я хочу знать впервые свою цель, да? Вот. Потом я проанализирую свои средства, да? для достижения этой цели. А после? После. Да, все будут думать. Готовы ли я там, ну, делать что-то? для кого-то? Или не готовы? Готовы ли я там, например, что-то менять? Или не готовы? Ну, понимаете? В этом контексте, в этом плане все очень просто. Вот. Вам нужно только определиться со своими целями. Зачем? Мне это зачем? Дальше. Так. Для мальчика, который мне нравится открытый, легкий на подъем. Ну, хорошо. Открытый, легкий на подъем. Это здорово. Вы для чего сами это написали, что они открытые и легкие на подъем? Зачем вы это написали? Вот что вы хотели этим сказать? Да? Ну, нравится вам такие легкие мальчики, открытые. Значит, вы сами какой человек? Либо такой же, либо противоположный. То есть, полностью противоположный. А противоположный от слова совсем противоположный. То есть, это не разница. Это не разные. Мы не разные. Мы противоположные. Это все-таки, но все-таки немножечко другой момент. Да? То есть, когда мы разные с собой, это одно. Когда мы противоположные, да, это другое. То есть, я надеюсь, что вы вот эту мысль, вы ее постараетесь понять. Это важно. Это ни в коем случае не путаница. Вот. То есть, нравится вам мальчики легкий на подъем? Прекрасно. Замечательно. Отлично. Что вы будете, как бы, ну, с этим делать? Вот. Вопрос. То есть, мальчики нравятся, здорово, а делать что? Что? Значит, нужно подумать о чем? Нужно подумать о том, какие девочки нравятся этим мальчикам. Вот это все. То есть, какой я должна быть девочкой для того, чтобы понравиться мальчику? вот этому мальчику, который, ну, который у вас вызывает симпатию. Да? Это все. Нужно подумать обязательно на эту тему. А мы-то мальчики, они, может быть, вас не замечают по этой причине. По той простой причине, что вы просто-напросто не привлекаете их. Но это же можно сделать, да? И мне кажется довольно легко. Просто постарайтесь подумать, что им нужно. А для этого, для того, чтобы успешно думать, что им нужно, для этого надо, чтобы вы, первое, были адекватно, чем именно адекватно, за мотивирование. То есть, чтобы не было такого, что вот, как это вот у вас сейчас, да, происходит. Что вот, я все, сейчас истеряюсь, сейчас не знаю, что делать. Вот. И все. Чтобы так не было. Потому что мотивация, ваша мотивация, это ваши собственные желания. Это ваши собственные попрямости. И реализовывать их, эти попрямости, ну, ваши собственные. Ну, вряд ли кто-то должен за вас. Поэтому, к данному вопросу постарайтесь отнестись, ну, серьезно. Вот. И подумайте. Как следует. Дальше. Ага. Вы пишите так. Ну, у тех, кто мне нравится, есть девочка, она, мягко говоря, не очень внешне. Ну, опять же, не совсем понятно, для чего вы рассказываете нам про девушек, ваших мальчиков, которые вам нравятся. Вот. Девочка это ни в коем случае не преграда, девочка это ни в коем случае не стерка, не стерка, а вот какая-то, чтобы ее нельзя было преодолеть, да. Ну, то есть все, в принципе, преодолеваемо. Вот. Главное, чтобы у вас были необходимые потребности. Главное, чтобы у вас были необходимы для этого желания и тест. Вот. Чтобы вы все-таки как-то вот, может быть, понимали, понимали, чего хочется вообще. Вот вообще чего хочется, чего хотите вы. Вот. Вот. Понимаете? Вот какой тут вот момент важный. Имеет место быть. Понимаете? Какая вещь. А, как там, кто, чего, у кого, какая девушка там и так далее, это все, можете быть уверены, это все не важно. Абсолютно. Абсолютно. Потому что сегодня девушка есть, да. Завтра девушки нет. И что? Какое будете на это внимание обращать? Вот. Ну, я не думаю. Я не думаю, что это хорошая идея. Вот. Вот. На этом заострять внимание не стоит. А, на этом все. В принципе. Я надеюсь, что мой ответ был вам полезен. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку. Буду рад вам помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.